Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот сейчас я достала семена арбузов для замачивания. И хочу рассказать вам, что даже в сибирском регионе, в котором я проживаю, вырастить арбуз очень легко. И даже не просто вырастить, можно получить ранний урожай арбузов. Но для этого нужно, конечно, выполнить несколько условий. И главные из них три. Сейчас я вкратце расскажу. В прошлом году я уже рассказывала, как получить урожай арбузов в холодных регионах. То есть, где короткое лето, где не очень тепло. И вот так как много у нас вновь прибывших и в одноклассниках у меня все интересуются про арбузы и про дыни, я решила еще раз повторить и уточнить, что именно, какие условия нужно выполнить, чтобы не просто вырастить арбузик, а вырастить ранний урожай. Не когда-то в конце сентября, а вот мы едим уже в августе спелые, хорошие арбузы. Конечно, сибирский регион и приравненные к ним, это вот Дальний Восток, например, там еще какие-то приморья, где очень холодно, в открытом грунте, если мы будем сеять, ждать, вот когда у нас после 5 июня все высаживается в грунт, если мы будем просто сухим посевом семян в грунт, естественно, никакого раннего урожая не будет. Запомните три главных условия, когда мы можем вырастить урожай огурцов, ой, арбузов и получить его рано. Во-первых, обязательно выбор сорта. Сорт выбирать только скороспелый или, вот как написано, ультраранний, только с коротким вегетационным периодом. Видите, написано 75-86 дней. Если вы выберете вот такой 95 дней, это 3 с лишним месяца, вы не дождетесь, ну не то, что не дождетесь, может быть, вы одного дождетесь арбуза, но остальные вам придется снимать зелеными. Первое самое главное условие и залог получения урожая успешного, это скороспелость. Скороспелые сорта с небольшими плодами. Вот я выращиваю только огонек и только сахарный малыш. Огонек 2 килограмма, а сахарный малыш, ну 2,5 у меня вырастает, 3. Если вы будете, остановитесь на огромных плодах, есть же плоды 8 килограмм, вот, 6-8 килограмм. Да, он у вас вырастет, куст. Красивый, зеленый, может быть, сформируется плод, но поспеть, наверное, сможет, может быть, один, а может, просто порозовеет. Такие большие плоды в Сибири и в других холодных регионах, они у нас не вызревают. Второе обязательно условие, это выращивать через рассаду. Почему-то я сейчас достала арбузы, когда у нас еще целый месяц до высадки в грунт, потому что за этот месяц я выращу полноценную здоровую рассаду с 5-6 листиками. Если вы посадите рассаду в пол-литровые стаканы, она вполне может прожить там целый месяц. И вы высадите свой арбуз уже во взрослом состоянии, который будет сильный, он сразу пойдет в рост, сразу зацветет и начнет формировать плод. При высадке семечкой очень долго ждать. Мы не можем себе позволить, у нас слишком коротко лето. И третье условие, конечно, чтобы получить ранний урожай, нужно посадить в теплицу. Не обязательно иметь отдельную теплицу для арбузов. Я делаю так, в уголок, у меня вот в прошлом году, где росли перцы, там томаты, по 2-3 арбуза в угол сажу, а в другой, в одну посажу арбузы нынче, а в другой в уголок, в другую теплицу дыни. Для семьи из 3-4 человек этого достаточно. И порадовать детей, и самим полакомиться. Не обязательно, конечно, кто хочет много там, или на продажу, или там на засолку, это надо выращивать где-то, наверное, в открытом грунте, делать большие гряды. Мы высаживаем только для себя. Покушать детей, порадовать. Вот я в одной теплице 2-3 куста сажу, в другой теплице 2-3 куста. И можете прошлогоднее видео посмотреть, где я рассказывала, как формировать арбузы. А, да, забыла. И если хотите получить еще пораньше, нужно обязательно формировать кусты арбузов. Вот я не буду очень долго рассказывать. Вот 4 правила, которые вы должны знать наизусть. Если хотите вырастить арбуз в холодном регионе, выбирать сорт, только скороспелый и с коротким сроком вегетации. С небольшими плодами, не арбузы-гиганты. Потом вырастить рассаду. Формировать обязательно свой, не оставлять больше 3-2-3, или иногда 4, в зависимости от размера плода. И по возможности посадить в теплицу. И тогда уже в августе вы будете кушать сладкие, спелые арбузы. То же самое касается и дынь. Вот видите, я здесь разложила все свои семена. Конечно, я уже давно не пользуюсь вот такими магазинами. У меня дыньки все свои, арбузы все свои. Но вполне вот все эти сорта можно купить в магазине. И колхозница, и огонек, и сахарный малыш, все это продается. А вообще, если посадите хоть раз дыню, собирайте свои. Дыни и арбузы хранятся по много лет. Вот видите, дыня моя написана из теплицы. 16-й год, дыня 15-й год. Вот по обилию вот этих семян можно видеть, что дыни и арбузы я высаживаю, собираю с них семена, и что они вызревают. Вызревают даже для получения семенного материала. Это значит, что мы их кушаем вполне спелыми, уже созревшими плодами. Тут у меня разные сорта, разные года. Я давно выращиваю дыни и арбузы. И могу по своему опыту сказать, что вырастить в Сибири дыню и арбуз и съесть его зрелыми, это вполне возможно. И не очень сложно. Главное выполнять вот те условия, которые я вам сказала. Все, желаю вам удачи в выращивании арбуз и дынь. Потом буду, когда замачивать, я расскажу, как это делать. Но в двух словах могу сразу сказать. Все делаем так же, как с томатами и с перцами. Протравливаем семена или в марганцовке, или в каком-то фитоспорине. Потом замачиваю в эпене, в цирконе, в любом. И после того, как чуть-чуть они наклюнутся, высаживаю по стаканчикам. Все. Выращивать арбузы очень легко. До свидания.